приветствую вас уважаемые подписчики сегодня я бы хотел затронуть опять тему компрессоров высокого давления для пневматики я достаточно однозначно высказал свое мнение по поводу дешевых компрессоров стоимостью от 16 до 25 тысяч для себя эту тему закрыл и порекомендовал вам с этими компрессорами не связываться в основном я имел ввиду компрессоры при помощи которых накачиваются баллоны и колбы и совсем обошел стороной компрессоры которые предназначены для закачки резервуаров со мной связался один из продавцов который сказал пётр но вот смотри ты под общую гребенку как бы подытожил все компрессоры сказал все это априори не покупайте но что ты можешь сказать по поводу вот этих вот компрессоров которые предназначены для накачки резервуаров мне возразить ему было нечего потому что я с этими компрессорами не знаком от слова вообще то есть я как бы к покупке то их и не рассматривал по одной простой причине у меня достаточно большой поток работы которая требует большого количества воздуха и мне нужен компрессор который позволяет задувать баллоны потому что допустим настраивая полнотелую винтовку у меня может уйти до двух баллонов воздуха то есть это около там 20 заправок даже может уйти но это конечно частный случай но такое тоже бывает и согласитесь каждый раз бросаться задавать компрессором эти и колбы ну не совсем наверное рациональный подход поэтому для себя как бы их исключил и второй момент это стоимость этих компрессоров портативных они стоят также как полноценный компрессор двухцилиндровый от yamaha или yoda которые у меня были и если выбирать между компрессором который закачивает баллоны 7 литровые и компрессором для резервуаров естественно я делаю выбор в сторону закачки баллонов но мне сказали что эти компрессоры портативные они гораздо более живучие и в принципе их можно использовать и даже для моих задач ну честно сказать я отнесся к этому достаточно скептически и предложил прислать мне на обзор эти компрессоры чтоб я посмотрел и убедился что это действительно так и мне прислали сразу два экземпляра рыженький и черненький как говорится какая между ними разница я не знаю с этими компрессорами незнаком вообще и давайте вместе с вами начнем их изучать пошагово то есть с момента распаковки до использования и одного и второго посмотрим какая комплектация но я так посмотрел уже на вскидку там достаточно все серьезно то есть и блок питания есть его можно подключать и к автомобилю то есть он является и мобильным компрессором и в время от сети работает там достаточно мощный блок питания который позволяет ему работать ну совершенно различных условиях они комплектуются осушителем причем сказали что там не фейковый осушитель он действительно работает но и самого по себе устройство компрессора дает более сухой воздух кроме того он не требуется никакой никакого водяного охлаждения то есть боди 100 солом или с водой которая стояла у меня и до сих пор стоит то есть он охлаждается при помощи вентиляторов которые входят в его конструкцию ну очень интересно давайте посмотрим что же это за зверь такой давайте посмотрим комплект поставки компрессора вставляется в коробке они идентичны что 1 что 2 единственное есть у них там различие только в конструкции небольшое инструкции предупреждение не предназначен для непрерывной закачки резервуаров более 0 5 литра сверху у нас находится блок питания и шланга отличается немного конструкция шлангов этом компрессоре здесь тоже стравливающий винт есть вот питание провода но в целом все то же самое но здесь сам компрессор здесь термометр включение выключение сюда мы шланг вставляем сюда заправочный штуцер и подключаем к винтовке кнопка включения выключения как мы видим здесь никаких сосудов жидкость уставить не надо здесь штекер для включения блока питания в отличие от компрессоров которые были предыдущем поколении которые были на винтовых зажимах это этот коннектор более надежный так давайте вот эту штуку разберем осушитель со сменными картриджами как мне сказали картриджи эти многоразовые либо можно женские тампоны использовать либо их стирать хватает их надолго так шланг съемный дальше идет масло специальное которое требуется заливать вот сюда через пять закачек примерно две капли заливается и снизу здесь есть сброс конденсата которые тоже периодически надо делать то есть никаких особых хитрости здесь не требуется для того чтобы подключить данный компрессор все очень просто и интуитивно понятно даже не читая инструкцию но естественно нас интересует его производительность давайте посмотрим насколько он закачает винтовку 210 бюджет конечно вообще прикольная штука все так ну вот давление 210 вот время вот и все я в принципе снял разные режимы закачки разных винтовок с разными резервуарами но это по хронометражу получается очень много бессмысленной бесполезной информации поэтому я не буду вам показывать полностью все режимы но я вам озвучу их вас интересует в принципе время закачки винтовок быстрее всего закачивается леший то есть у него резервуар меньше чем у стандартной типичной винтовки он закачивается где-то за три с половиной минуты атаман я закачал с нуля меньше чем за 10 минут то есть там полностью спущенный резервуар но правда он уменьшенного размера не стандартного но тем не менее он больше чем резервуар лешего лешего по моему 260 кубиков здесь я не помню не буду загружать вас цифрами это не имеет значения стандартный атаман карабин тактические со 110 до 220 закачивается примерно за шесть с половиной семь минут колба полулитровая со 140 до 250 закачивается почти 24 минуты там 23 чем-то и вот как раз именно в режиме закачки колб наверно я бы не стал покупать этот компрессор чтобы качать колбы потому что ну да он не нагрелся кстати до 40 градусов но потому что у меня здесь в принципе примерно плюс 9 плюс 10 вот такой вот режим то есть он сильно не нагревается но если это будет плюс 40 то я думаю инфаркт его хватит однозначно не понравилось мне качать колбы однозначно двухлитровый баллончик у меня тоже есть но я его отдал товарищу товарищ сейчас командировки поэтому закачать его не могу но я думаю если вот по полчаса раза за три его можно закачать часа за полтора я думаю он забьется без проблем может быть быстрее но опять же я не вижу смысла закачивать им баллоны то есть это приспособление предназначено для одного владельца и там пары девайсов у него причем не экстремальная закачка то есть это не для полнотелых однозначно но это мое мнение может быть я ошибаюсь напишите в комментариях может быть есть владельцы полнотелых винтовок которые закачивают там до 300 свои резервуары этим компрессором но вот я заметил что он ему трудно работать уже после двухсот десяти двухсот двадцати меняется звук но тоже самое что и на больших компрессорах если качать резервуары до двухсот десяти двухсот двадцати атмосфер мне кажется он будет работать очень долго то есть он работает не меняя своего тона ровненько что от розетки что от автомобиля не никакой разницы я не заметил и это можно делать как походных условиях давайте сейчас эти посмотрим закачку лешего в походных условиях то есть компрессор кидаем прямо под капот винтовку кладем тоже под капот в чехле то есть вот вы приехали куда-то вам быстро нужно закачаться давайте посмотрим сколько времени это займет ну что давайте посмотрим как от автомобиля заправляется включается просто запустились все поехали то время засек Все, 220 атмосфер Спускаем воздух Ну все По времени занимает закачка резервуара Лешего Лешего 2 Примерно 3,5 минуты Со 100 до 220 атмосфер Ровно такое же количество времени Не требуется, чтобы закачать от блока питания То есть ему пофиг на самом деле От чего работать Либо от бортовой сети автомобиля Но через прикуриватель, конечно, я бы не стал его запускать Так как здесь Использование толстых проводов В конструкции Говорит о том, что нагрузка Все-таки по току здесь хорошая Поэтому Через прикуриватель, наверное, нет Но при помощи крокодилов напрямую к аккумулятору При этом запустив автомобиль Все идеально работает Это я показал вам чисто походный вариант Но я считаю, что лучше использовать его не так, как я показал То есть закинув его куда-то там на фильтр Он там трясется весь Лучше поставить табуреточку Потому что длины вот этого шнура хватает Вот смотрите Вот поставить его вот так на табуреточку Все, и он будет спокойно себе работать То есть вполне себе походный вариант Для неторопливых пострелушек Так, ну давайте теперь попробуем разобрать Ну как разобрать Снять кожух и посмотреть, что там внутри Потому что использование этого компрессора подразумевает Его периодическое обслуживание И владельцу придется это делать Там получается 12 винтов надо выкрутить Под крестообразную отвертку И получаем доступ ко всем внутренностям Которые нам необходимы Ну вот, открутили все крышки И можно снять Сам двигатель Здесь, так понимаю, подрывной клапан Который в комплекте есть и меняется Все на медных трубочках То есть манометр вкручен в трет-корпус И вентилятор стоит достаточно мощный Который все это дело продувает Все реализовано на одном цилиндре То есть как компрессоры, которые Одноцилиндровые есть С большим картером Здесь, в принципе, то же самое Но немножко все в более миниатюрном виде В принципе, устройство очень простое То есть вот трубочка Через которую нужно закапывать масло Она идет в головку цилиндра Здесь все отщелкивается В принципе, легко меняется Но так как обслуживание предполагает Разборку компрессора То показать его, конечно же, надо Все очень просто А если просто, значит должно быть надежно То есть меня радует, в принципе, такая конструкция Манометры такие есть Фитинг здесь Ну и здесь миниатюрные Но у этих То есть здесь не получится подобрать трубки От сплит-систем Здесь они другие Но я думаю, тоже с ними проблем быть не должно Плюс запчасти Все необходимые есть у продавца Который осуществляет полностью поддержку этого изделия Здесь кривошип стоит Самый обычный Он смазан Смазки здесь, кстати, много Что-то типа литола Сейчас с этой стороны покажу Вот здесь находится кривошип То есть открытый картер Ну все очень просто То есть вот система высокого давления Подключена к электромотору Электромотор через Получается это коленвал Вращает поршень Который совершает возвратно-поступательные движения Здесь нет вкладышей никаких То есть через стальную вот эту пластину все сделано Ну очень просто Вот вид с этой стороны Здесь предохранитель у нас идет Небольшое такое резюме Что мы там увидели По сути Самая основная деталь Это цилиндр В котором, собственно, все и находится То есть по сути Это обычный насос Только с электроприводом То есть все собрано в одном узле Нет никаких сообщающихся между собой ступеней В принципе Нужно только дать движение поршню Для того, чтобы он работал Компрессоры, как вы заметили, немножко отличаются между собой Но у них немножко другое табло То есть в одном обычный датчик температуры Который продается в любом магазине Который торгует китайскими часами и батарейками И поменять его вообще никаких проблем нет В другом электронное табло Которое включается В момент запуска И показывает температуру уже непосредственно в процессе закачки А не все это время То есть окружающую температуру он не показывает К сожалению Ну кому это важно Плюс у рыжего компрессора Есть отключение То есть можно выставить давление По которому он будет отключаться Это очень хорошо Если его забыли Ушли Куда-то вышли Допустим он накачал До определенного давления И сбросил его В другом компрессоре сработает аварийный клапан Аварийные клапаны идут в комплекте Там пару штук есть Но я думаю одного случая вам хватит Для того, чтобы перестать Оставлять без присмотра этот девайс Ну а в остальном В принципе все Ну то есть какие можно сделать выводы В принципе достаточно интересное изделие Я даже подумаю Может быть себе прикупить Потому что как вы видели Позволяет в принципе Закачивать достаточно быстро Резервуары винтовок Да, с колбами немножко подольше Все это дело обстоит Но в то же время Для тех людей Которые находятся где-то в автономии И у них проблема с закачкой баллонов Ну потому что мне тоже стали писать Петр, ну вот ты пишешь там Что МЧС Они есть в любой дыре Ну типа не в любой дыре И не везде их закачивают А также люди, которые обращаются к дайверам Столкнулись с тем Что они не задувают баллоны Больше 220 атмосфер И действительно это так Вот в Астрахани я был буквально пару Тройку недель назад И столкнулся с тем Что действительно дайверский компрессор Больше 220 не закачивают То есть они настраивают клапана Так, чтобы 300 там не было В баллоне Но они, я так понял Не пользуются давлением Больше 220 И зачем им качать 300 То есть да, действительно Есть такая проблема МЧСники, да, используют баллоны С давлением 300 атмосфер Поэтому Можно порекомендовать Ну если вас не смущает, конечно, ценник Потому что за 25 тысяч Можно купить новый комплект То есть новый баллон Чехол, заправочную станцию Еще и с манометром И вентиль на баллоне будет С манометром за эти деньги И это будет хороший баллон Металлокомпозитный И вот этот компрессор Как долго он проработает Я не знаю Но я вот знаю товарища Дмитрий Шейко Ник у него Дмитрий Ганнер Есть канал Где он эксплуатирует Как раз вот такой компрессор И достаточно успешно Надо сказать Причем он там Описывает и какие поломки Были с этим компрессором Какие были решения И я так понимаю Компрессор и по сей день У него работает То есть уже около года Получается он использует Этот компрессор И он у него живет У меня компрессоры без поломок Наверное пару месяцев Только работали Ну причем первый компрессор Который был Йода Вот он работал подольше Второй компрессор Через пару месяцев Уже начал ломаться И потом это все По нарастающей По нарастающем периоде Напишите в комментариях Стоит ли мне такой компрессор Себе для мастерской Приобрести Или все таки Работать с баллонами Потому что сейчас у меня В наличии 5 баллонов Я их закачиваю Примерно раз в полтора месяца И считаю Что проблему для себя Я решил То есть По ценнику Это получается Там около Восьми с половиной Девяти тысяч в год Это не те расходы Из-за которых Стоило бы заморачиваться И избавившись От компрессора Скажу честно Меньше головной боли И я стал менее зависим От его работы То есть это позволило Развязать немного руки Вот этот компрессор В принципе можно держать На подхвате Можно брать с собой Куда-то Для автономной работы Ну то есть Интересное изделие Однозначно Стоит обратить на него внимание Спасибо большое за просмотр Ставим лайки Подписываемся на канал До новых встреч Постскриптом Оба этих компрессора В продаже То есть Мне их прислали Не только на обзор Но и на реализацию Ранее у меня их не было Сейчас я с ним познакомился Своё мнение Про них я вам рассказал Дальше делайте выводы сами Если у вас Есть такой режим Использования Ваших Пневматических игрушек Когда у вас доступа К воздуху И к МЧСникам нет И не хотите качать насосом В принципе Рассмотрите К покупке Такой вариант Да Стоит он Достаточно дорого Причём на Алиэкспрессе Естественно Они продаются Дешевле Но я бы не рекомендовал Связываться С компрессорами С Алиэкспресса Потому что Непонятно Какие там Конструктивы Непонятно Какая поддержка С гарантией Опять же Намучаетесь Но как Говорится Выбор ваш Я же хочу Поблагодарить Интернет магазин Рухантинг За то что нам Предоставили Эти компрессоры На обзоры Рыжий компрессор Имеет Замятие кожуха И продавец Делает на него Дисконт В 1000 рублей Замятие Это не влияет Вообще Никак На гарантию Ну а вам Будет Может быть Приятным Бонусом В покупке Можете Приобрести Те компрессоры Что есть У меня Сейчас Либо Заказать В интернет Магазине Рухантинг Ссылочка В описании Теперь Всё Продолжение следует Продолжение следует